всем привет рада приветствовать вас на своем канале о вязании сегодня я хочу предложить вам связать со мной вот такой очень интересный узор это узор поперечные соты то есть если вот таким образом мы развернем узор достаточно плотный объемный вот так он выглядит с лицевой стороны вот так с изнаночной раппорт узора 2 петли и 4 ряда вяжется достаточно просто этот узор отлично подойдет для вязания объемных плечевых изделий можно его использовать как самостоятельный узор для кардеганов очень интересный узор также его можно использовать для украшения начала вязания то есть можно и начать вязание этим узором вместо резинки красиво смотрится как манжет для рукава будет очень здорово так вот этот образец у меня связан из мериносовой шерсти так а вот этот образец я отвязала из ангоры очень воздушный получается мне кажется очень красиво он будет смотреться в изделии при вязании именно вот из такой пряжи и так давайте приступим для вязания образца поворотными рядами нам необходимо набрать чудное количество петель я наберу 10 петель и так узор очень просто вяжется первый ряд кромочную петлю снимаем и все петельки провязываем лицевыми до конца ряда последнюю кромочную провязываем изнаночной провязали ряд до конца разворачиваем работу второй ряд кромочную петлю снимаем и далее смотрите начинаем наш раппорт заводим правую спицу во вторую изнаночную петлю провязываем ее лицевой петлей не снимаем с левой спицы заводим правую спицу в первую петлю изнаночные провязываем ее лицевой и уже снимаем со спицы это наш рапорт повторяем заводим спицу во вторую изнаночную петлю провязываем ее лицевой далее провязываем первую изнаночную петлю лицевой и снимаем со спицы повторяем заводим во вторую изнаночную петлю провязываем ее лицевой далее в первую изнаночную петлю также провязываем ее лицевой и снимаем со спицы это наш раппорт повторяем так до конца ряда кромочную провязываем изнаночной вот мы провязали второй ряд узора разворачиваем работу третий ряд кромочную петлю снимаем и все петли опять провязываем лицевыми кромочную провязываем изнаночной провязали третий ряд разворачиваем работу четвертый ряд четвертом ряду нам необходимо с вами сместить узор шахматном порядке и так кромочную петлю снимаем первую петлю вне раппорта провязываем лицевой и переходим к нашему раппорту опять заводим спицу во вторую изнаночную петлю провязываем ее лицевой петлей не снимаю провязываем первую изнаночную петлю лицевой и снимаем со спицы провязали раппорт повторяем провязываем лицевой вторую изнаночную петлю далее первую изнаночную петлю и снимаем со спицы продолжаем провязываем вторую изнаночную петлю лицевой потом первую изнаночную петлю лицо и снимаем со спицы вот мы провязали три раппорта и петля у нас вне раппорта провязываем ее лицевой кромочную провязываем изнаночной вот мы провязали с вами 4 ряда высоту и мы провязали с вами раппорт а давайте теперь еще раз повторим только уже побыстрее и так первый ряд кромочную петлю снимаем и все петли провязываем лицевыми до конца ряда кромочную провязываем изнаночные провязали разворачиваем работу второй ряд кромочную петлю снимаем далее начинаем провязывать раппорт провязываем вторую изнаночную петлю лицевой потом первую и снимаем провязываем 2 изнаночную лицевой потом первую и снимаю вторую изнаночную лицевой потом первую изнаночную провязываем лицо и снимаем еще раз 2 изнаночную провязываем лицой потом 1 изнаночную провязываем лицо и снимаем кромочную провязываем изнаночной второй ряд готов разворачиваем работу третий ряд третьем ряду опять все петли провязываем лицевыми кромочную снимаем все петельки провязываем лицевыми до конца ряда вот таким образом так кромочную провязываем изнаночной третий ряд готов разворачиваем работу и четвертый ряд кромочную петлю снимаем петля вне раппорта провязываем ее лицевой далее начинаем раппорт провязываем вторую изнаночную лицо и потом первую изнаночную лицо и снимаем повторяем вторую изнаночную лицевой потом первую изнаночную лицо и снимаем вторую изнаночную провязываем лицевой и первую изнаночную провязываем лицевой и снимаем и петля вне раппорта это у нас лицевая провязываем его вернее лицевой кромочная изнаночные провязали ряд до конца и четвертый ряд кромочную петлю снимаем и все петельки провязываем лицевыми и вот у нас уже готов 2 раппорт высоту кромочную провязываем изнаночные вот уже видно как формируется наш узор мы провязали 2 раппорта высоту в данном образце я использовала сто процентов мериносовую шерсть метражом в 50 граммах 90 метров и здесь спицы номер 4 тоже хорошо очень смотрится он вот так смотрится он с изнаночки на этом все надеюсь видео вам понравилось и было полезным подписывайтесь на канал включать уведомления о новых публикациях включать колокольчик чтобы не пропустить новые видео мастер-классы также приглашаю вас на мой второй канал который называется вязаные аксессуары и в свое сообщество в группе вконтакте ссылки я оставляю под видео всем всего доброго ровных 7 петелек и до новых встреч